Здравствуйте! Мы встречаемся в субботу с вами и час отведенного времени для эфира говорим о том, о чем вы еще не слышали нигде. Ну и вот по свежим следам буквально моя коллега Анна Андреевская, журналистка Черноморской телерадиокомпании, недавно вернулась из Женевы. И что она там делала, с какой целью ездила, мы узнаем прямо у нее. Привет, Ань! Здравствуй, Катя! Ну и на самом деле был такой семинар в Женеве, который назывался «Роль средств массовой информации в предотвращении и борьбе с пропагандой национальной расовой религиозной ненависти, представляющей собой подстрекательство к дискриминации, вражде и насилию». И вот 20 октября этот семинар состоялся. Один день это происходило? Да, это происходило один день. И главной целью этого семинара было как бы расчертить дорогу, по которой движутся далее украинские медиа и российские медиа. Это мероприятие проводилось по инициативе Офиса ООН по правам человека, управления по правам человека. И, собственно, главный итог, который мы получили в этом мероприятии, это то, что мы обозначили, что медиаорганизации обеих стран Украины и России осуждают язык вражды, осуждают манипуляции, осуждают распространение недостоверных фактов в медиа. И, собственно, мы хотим таким образом показать, что главная задача сегодня, чтобы наша профессия выжила в условиях войны, которая сегодня происходит. Ну и ты приехала не с пустыми руками, сюжет привезла. Вот посмотрим, что там было, как это выглядело. И после сюжета вернемся в студию, будем обсуждать. Российские журналисты подписали вместе с украинскими заявление о недопустимости использования языка вражды в СМИ двух государств. Подписание состоялось в рамках семинара в Женеве на тему «Роль СМИ в предотвращении борьбы с пропагандой национальной, расовой и религиозной ненависти», представляющей собой подстрекательство к дискриминации, вражде и насилию. В заявлении они отметили, что считают в сложившейся ситуации представителям СМИ категорически недопустимо выполнять роль подносчиков снарядов. Их задачей является максимально полное, точное, честное и добросовестное информирование общества о происходящих событиях. Журналисты, редакторы, собственники медиа должны понимать, что ярлыки, оскорбления, попытки нарисовать поярче образ врага не улучшают взаимоотношения между странами, не приближают мир, но увеличивают пропасть между народами, а также сторонниками различных взглядов и убеждений. Украинские медийщики подчеркнули, что понятие «братские народы» следует оставить в прошлом, и диалог возможен тогда, когда Россия поймет, что Украина – самостоятельная страна. Преодолевать нынешний кризис в отношениях двух стран придется на протяжении нескольких поколений. Возможно, это только тогда, когда россияне поймут трагичность того, что произошло. Главная цель, с которой мы собирались в Женеве, это была цель найти какие-то возможные дороги к примирению между странами. И в первую очередь это была попытка спасти профессию от того, чтобы она не погибла в условиях войны. И Россия, и Украина на этой конференции признали, что именно распространение языка вражды в украинских и российских медиа стало одним из ключевых факторов начала войны на Донбассе. Анна Андреевская, выступая на семинаре, провергла информацию россиян о том, что Россия не использует статью 280, часть 1 Уголовного кодекса о публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ. Статью активно используют в Крыму. Открыто немало уголовных производств. Андреевская подчеркнула, что она один из примеров применения статьи. Против нее открыто уголовное дело оккупационными властями. Те российские правозащитники, которые участвовали в семинаре, об этих случаях в Крыму осведомлены не были. Это такая показательная история, потому что если действительно в России не знают о том, что происходит в Крыму, значит мы должны об этом говорить, чтобы об этом знали не только в России, но и в мире. Участники семинара в своем общем заявлении призвали всех коллег оставаться верными профессией, ее ценностям, принципам и нормам, прописанным в международных документах и в кодексах журналистской этики Украины и России. Мы продолжаем обсуждать это событие, которое произошло в Женеве, Анна Андреевская в нашей студии. Ну вот на самом деле почему именно в Женеве? Это все случилось, да? Потому что обсуждали же ситуацию в СМИ, которая происходит в Украине, в России. Да, и тут это нейтральная территория. Да, это нейтральная территория, это на самом деле такой правильный выход, потому что сегодня многие журналисты из Украины не могут поехать в Россию по причине того, что там мы не знаем, какая будет реакция на наше появление российских спецслужб. И мы, кстати, тоже говорили с представителями Союза журналистов России о том, что проводя такие мероприятия, там нужно выбирать какую-то территорию. Представители России приглашали украинских журналистов приезжать в Россию, но мы уже поняли и категорически заявили, что мы туда не поедем, пока продолжается такая вот политика российских властей в отношении Украины. И действительно определились, что Европа является такой нейтральной площадкой для того, чтобы журналисты чувствовали себя в безопасности и имели возможность говорить открыто то, что происходит сегодня в нашей стране. Ну и плюс я уже сказала, что инициаторами этой конференции, этого семинара был офис по правам человека в ООН, который находится в Женеве. Ну вот так вот со стороны, может быть, нашему телезрителю, который не знаком, собственно, ситуация покажется странным, почему же пригласили на территорию Российской Федерации поучаствовать в конференции, а ты и твои коллеги не захотели поехать. Но стоит отметить, что ты первая журналистка, на которую открыли дело на территории оккупированного полуострова. Откуда ты, собственно, где ты работала, да, проводила расследование, да, ну то есть на самом деле такой вот прецедент. Получается, что не только в Крым тебе опасно сейчас к себе домой приехать, но и, собственно, нужно еще смотреть, где деятельность российских спецслужб не может проводиться, да, потому что, по сути... Вот мне интересно, ты себя в Украине чувствуешь вообще в безопасности? Безусловно, конечно. Я и уезжала из Крыма для того, чтобы иметь возможность реализовывать себя в профессии, потому что в Крыму мне такую возможность забрали. И плюс, Украина моя родина, и здесь я действительно чувствую себя в безопасности. Это важно сказать. Ну вот к чему вы пришли, да, потому что вот язык вражды. Мы на самом деле в нашей студии в эфире Черноморской телерадиокомпании много раз обсуждали, приглашали всегда экспертов. Это есть. Вообще, ты можешь назвать вот российские СМИ, потому что вот так именно говорят, что это средство массовой информации, а не средство массовой пропаганды, как говорят многие на самом деле? Ну, на самом деле, то есть мы действительно, для чего мы собирались в Женеве, и главное, к чему мы пришли, это то, что мы обозначили, что вот это вот явление, как язык вражды, как пропаганда, это, что две страны против, в смысле не страны, а профессиональные сообщества двух стран против этих проявлений негативных. Потому что, как мы понимаем, как мы знаем, показала практика, что именно распространение языка вражды наших медиа, Украины и России, стали одним из ключевых факторов развязавшейся войны на Донбассе, стали ключевым фактором аннексии Крыма. Потому что, если вспомнить, как проходила аннексия, то нужно понимать, что российские военные пришли на подготовленную территорию. А кто ее подготовил? Журналисты в том числе, потому что они дали себя использовать местным политикам в политических целях. То есть, потому что, если проанализировать контент местных СМИ перед аннексией, то можно понять и просмотреть такую тенденцию, то, что какие слова употреблялись в отношении тех, кто были на Майдане, в отношении украинской власти новой, когда она формировалась. То есть, это были действительно враждебные слова, враждебная лексика, такая эмоционально ярко окрашенная. Это были стереотипы. Таким образом, людей в Крыму просто пугали. Их пугали местные чиновники, но средства массовой информации сыграли в этом ключевую роль. Потому что они это распространяли, и, собственно, фактически эту вину за аннексию, кроме того, что российская спецоперация, это было нужно еще и учитывать вину средств массовой информации. Ну, а по оценкам твоих коллег, которые присутствовали в Женеве, чтобы обсуждали, украинские средства массовой информации тоже грешили, тоже использовали этот язык вражды? Безусловно, да. Есть исследование, вот недавно Украинский центр контент-анализа обнародовал такое исследование по употреблению языка вражды в украинских медиа. Оказалось, что их не так-то много, их сегодня менее 2%. И если смотреть по упоминанию, какие слова чаще всего упоминаются, то это слововатник и москаль. В то же время я лично проводила исследование небольшой крымских медиа, то есть медиа, которые работают на оккупированной территории, и на которых мы, фактически, украинские медиаорганизации, влияния не имеем, потому что, ну, понимаем, почему не имеем. И там чаще всего звучат слова «хунта» и «фашисты». То есть вот если говорить об украинской власти, о том, что происходит в Украине, то там применяются конкретно вот эти слова. Вот до сих пор. До сих пор, да. Ну и что российские коллеги могут с этим сделать? Они же теперь ближе к коллегам, которые работают сегодня на полуострове. Ну вот на самом деле мы призываем, мы приняли заявление по результатам этого семинара, мы призываем сегодня медиаорганизации Украины и России к тому, чтобы более четко была саморегуляция, когда медиаорганизации отслеживают ситуацию и реагируют на нее. То есть если сегодня российская сторона проголосовала за это заявление, а они там единогласно за него проголосовали, ну, как, собственно, и украинское, то значит они берут на себя обязательство следить за этим. И если такие факты будут проявляться уже после 20 октября принятия этого заявления, то значит мы будем делать выводы, готовы ли они бороться с этим явлением, или они просто будут номинально с этим бороться. А кто был от украинской стороны, да, от СМИ, и кто был от российской стороны? Ну, в основном это были медиаорганизации, с украинской стороны это был Союз журналистов Украины, независимый медиаправсоюз, журналисты местные украинские, которые освещают события на Донбассе, которые были на Донбассе. Вот я была как представитель Крыма, да, то есть были те люди, которые непосредственно компетентны в тех вопросах, о которых говорилось на этом семинаре. Точно так же по такому же принципу отбирались и российская страна, это был Союз журналистов России, это были правозащитники российские и так далее. Ну, плюс еще были европейские представители Европейской Федерации журналистов. То есть это была вот такая вот трехсторонняя встреча, и мы обсуждали, каким образом можно выйти из ситуации, которая сегодня сложилась. Насколько влиятельным, да, или насколько все-таки будет иметь практическое применение вот это вот решение, к которому вы пришли на этом семинаре? Ну, следует понимать, что это декларативное заявление, то есть это не закон, это никакая не там, ну, то есть это заявление, которое, как бы это намерение. Мы заявили о своих намерениях, что мы две стороны намерены противостоять пропаганде и противостоять языку, распространению языка вражды. И кто как будет его выполнять, это уже зависит от добросовестности этих людей, от искренности того, как они принимали это заявление, как они за него голосовали. Поэтому украинские медиаорганизации, украинские журналисты, ну, я уверена, что мы будем в рамках своей компетенции следить за тем, что происходит, и реагировать, конечно же, если эти факты будут. Но опять же, я повторяю, что в украинских медиа распространение языка вражды очень маленькая, это менее 2%. Ну, а зачем это вообще все нужно делать? Нет ли вот такого ощущения, что это может быть такой настолько маленькой каплей, ну, по сути, наверное, есть в медиапространствах Украины, России, да, что, ну, ни на что не повлияет. Ну, вот у вас несколько журналистов приехало, вы решили, вы будете придерживаться этих стандартов, да, например, а что же делать с остальными? Вы же все равно не повлияете вот настолько массово на весь рынок. Ну, смотрите, на сегодняшний день есть несколько рычагов влияния. Во-первых, это законодательство действующее, которое, украинское законодательство, в котором прописано, что распространение языка вражды влечет за собой ответственность, да, например, распространение пропаганды войны влечет за собой 3 года тюрьмы, да, то есть, ну, это прописано в Уголовном кодексе. Также, если говорить о каких-то менее, менее значимых данных уже не пропаганда войны, а там пропаганда расовой ненависти или чего-то еще, то это уже должно регулироваться на уровне журналистского сообщества. То есть, если мы будем просто сидеть и молчать и ничего не делать, то, естественно, у нас этих 2% вырастет, там, этот процент значительно вырастет. Если мы будем реагировать, журналисты, которые, там, редакции, которые не придерживаются журналистских стандартов, если они будут видеть противостояние, если они будут видеть осуждение, то, возможно, это каким-то образом повлияет на качество нашей профессии в целом. Ну, на самом деле, оптимизм – это хорошо, и работа в любом случае тоже прекрасна. Я надеюсь, что, может быть, нас коллеги-журналисты тоже смотрят, это как повлияет на них, но, с другой стороны, и, скажем так, потребителями информации тоже важно знать и различать, конечно, как тот или иной журналист высказывается, да, или, возможно, как именно новость подает, потому что мы уже заметили, что разные медиа в Украине и, ну, и в России, конечно, тоже одну и ту же информацию могут подать абсолютно разно. Но это называется искажение фактов, это как раз-таки, опять-таки, то, против чего мы призываем не допускать этого. Ну, по большому счету, судить о том, как работают журналисты и насколько их информация, что она несет в себе, ну, это, наверное, должен каждый отдельный журналист себе ответить на вопрос, зачем он это делает и какие цели он преследует. То есть, например, вот я честно скажу, что до аннексии Крыма я не совсем понимала, вот в чем вот такая глобальная роль журналистики. Ну, да, освещение мероприятий, да, это как бы такое составление истории нынешнего, сегодняшнего дня, да. Но уже после аннексии Крыма я поняла важность этой профессии, потому что, когда я видела, какие материалы распространяются в Крыму и как они действуют на сознании людей, ну, эта роль журналистики, она очевидна. То есть, когда журналист может распространять вот подобные вещи, которые нагнетают, да, отношения между людьми, когда, ну, просто люди начинают бояться, крымчане начали бояться Украину, вот именно по той причине, что они не имели доступа к объективной информации. И, то есть, ну, я поняла, что вот это назначение журналистики, оно именно в созидании. Человек, журналист должен созидать, потому что разжигание ненависти, это, конечно, ну, это результативно, мы это увидели на примере Донбасса и Крыма, но что это влечет за собой, какой будет результат того, что было. То есть, просто вражда между народами, да, ну, как бы это, ну, а в чем тогда, зачем это нужно? На самом деле, еще такой важный момент доверия зрителей, читателей, да, вот граждан к СМИ. Я вот вспоминаю ситуации, которые возникали еще вот далеко до всех событий во времена президентства еще Виктора Януковича. Он же любил все какие-то свои там мероприятия проводить с митингами вокруг, например, пресс-конференция в Украинском доме в центре Киева, а вокруг просто, не знаю, десятки и даже, наверное, там сотни были людей, которые пришли поддержать президента. И вот когда я там с оператором проходила мимо, ну, просто общалась, зачем вы пришли, а почему вы поддерживаете действующего президента? Некоторые люди, честно говоря, набрасывались, вы все будете показывать неправильно, уйдите. И вот какие-то разные митинги и другого характера, да, например, на которых я бывала в Киеве еще в те времена, времена без войны, на самом деле тоже чувствовалось такое отношение. Что сейчас происходит? Сейчас это еще хуже, как-то обострилось все. Ну, нужно понимать, что те люди, которые приходили во время Майдана поддерживать президента, это были уже подготовленные люди, это опять-таки были люди, так называемые, обработанные, да, партиями, партии регионов в то время, потому что я помню, как формировались группы антимайдана в Крыму, когда они выезжали в Киев, чтобы именно поддерживать президента. Ну, это достаточно очень массированная была агитация, то есть людям реально промывали мозги, если так можно выразиться, потому что была очень большая, были большие общественные акции, стоп-фашизм назывались, то есть полномасштабная такая и хорошо оплаченная компания, то есть людей реально запугивали тем, что там националисты бандеровцы и так далее, и вот нужно ехать бороться там с Западом. И люди ехали и реально в это верили. То есть, да, некоторые ехали за деньги, но тут тоже информационные технологии сыграли свою роль. Но опять-таки, если говорить о роли журналистов, то, ну, то есть нагнетание вот этих вот отношений между людьми, это не функция журналистики. Функция журналистики – это объективное информирование. И поэтому те, кто сегодня путают эти понятия, ну, значит, наверное, нам нужно определять, или они журналисты, или они пропагандисты. Если они пропагандисты, то, да, называть их журналистами мы права не имеем. Еще у нас будет сегодня несколько тем к разговору. Я так проанонсирую, что будем говорить и о выборах демократических. Анна Андреевская – наш гость, журналистка Черноморской телерадиокомпании. Ну вот, на самом деле, очень важный вопрос, особенно когда Украина начала переживать непростые времена. Это, можно сказать, сначала момент революции достоинства. СМИ по-разному реагировали. Многие журналисты, они, конечно же, были участниками, возможно, революции. Кто-то наоборот, да, и от этого уже вот что-то личное в преподнесении материалов, подготовке материалов, телепечатных, любых, да, оно уже вот несло какое-то отражение. Волонтерство, да, и на самом деле волонтерами стали многие. И в журналистике тоже. Вот должен ли быть журналист только журналистом, или он может еще быть патриотом, активистом, волонтером? Ну, безусловно, что человек вот в нынешних условиях, любой человек, который вот смотрит на то, что происходит в нашей стране, он не может быть, если он такой полноценный, да, гражданин, он не может быть безучастным. И, безусловно, журналисты те же граждане, и они тоже могут, ну, им тоже бывает сложно сдерживать себя, чтобы не стать волонтером, не стать активистом, да. Но при этом мы должны понимать, что, да, наша гражданская позиция, она есть у каждого, но она не должна проявляться в эфирах, на наших полосах газет, потому что существуют стандарты. Опять-таки мы возвращаемся к тем стандартам, которые есть на сегодня, стандарты профессии. И если мы говорим, например, о Эскандере Небиеве, такой вот показательный случай, я знакома лично с Эскандером, я общалась с ним до сегодняшнего эфира тоже. То есть, в принципе, ситуация с ним непростая. То есть, да, с одной стороны, он был там как журналист, его на этом митинге 26 февраля, его руководство бывшее и его коллеги уверяют, что он был на этом митинге как оператор телеканала, он снимал видео для телеканала. Но вот оказывается, потом следствие ему вменило то, что он там, оказывается, был активистом, и что он там принимал участие в потасовках. Ну, я не знаю, то есть точно как, я не видела того факта, чтобы он реально был там в этих потасовках и участвовал в них. Просто я говорю о том, что действительно, ну, разные заявления в этом случае есть. Поэтому, ну, здесь нужно, да, здесь нужно разграничивать. Если он действительно там был как активист, тогда судить его должны не как журналисты, а как активисты, то есть как гражданина. Но, тем не менее, я сразу отмечу, что вот это дело 26 февраля, это просто правовой нигилизм, потому что события, за которые осужден Эскандер Нибиев, проходили в украинском Крыму. То есть он сейчас, в принципе, украинский, но тогда это была украинская каденция Крыма, он был гражданином Украины, и сейчас он остается гражданином Украины. То есть аннексия произошла уже после этого события, но почему-то российский следком решил, что он может возбуждать эти дела и привлекать по российскому законодательству украинских граждан за дела, которые были совершены в украинском Крыму. То есть если даже Эскандер Нибиев нарушил журналистский кодекс, там, этический кодекс, если он был как активист и он нарушил какие-то нормы закона, то судить его должен был украинский суд, а не российский. И это абсолютно очевидно. Точно так же эти все уголовные дела, которые сегодня заведены на крымских журналистов, то есть это тоже все граждане Украины. И судить их по российскому законодательству, это вообще не вписывается ни в какие рамки. Это не вписывается в международное законодательство, это не вписывается в украинское законодательство. Это какой-то вот такой вот закон, который сами себе вот оккупанты создали. И по нему могут привлекать кого они захотят. Зачем им это нужно? Ну, во-первых, чтобы закрыть доступ людей, активных людей, думающих журналистов и тех, кто имели авторитет в Крыму, закрыть им дорогу в Крым, чтобы они, что называется, не будоражили население вопросами о том, что Крым нужно возвращать в Украину. Во-вторых, потому что им нужны показательные вот эти дела, чтобы те журналисты, которые остаются там, чтобы они видели, что будет, если они будут работать не в ключе пропаганды, если они будут работать против режима. То есть они должны понимать и видеть, что происходит. Интересно. Понятно, спасибо, что пришла к нам. И мы поговорили на самом деле о важной роли средств массовой информации. Но мы не прощаемся. Через несколько секунд мы вернемся в эту студию, будем говорить о демократических выборах. Продолжаем наш субботний эфир. Что же происходит? Мы будем говорить дальше о выборах. Но, слушайте, я думаю, что уже всем надоело в преддверии 25-го числа слушать о том, что происходит в разных уголках Украины, как к этому готовятся кандидаты и как хотят получить свои мандаты. Но мы будем говорить немножечко о том, как это происходит в мире. И в нашей студии Анна Андреевская, журналистка Черноморской телерадиокомпании. И, собственно, по скайпу, просто из Чикаго, Оксана Лексель, украинка, которая уже очень давно, несколько десятилетий, живет в Соединенных Штатах Америки. Оксана, здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада вас видеть. У вас буквально доброе утро, можно сказать, да? Да, у нас 8 утра в Чикаго. Это прекрасно. Ну, Оксан, на самом деле, я думаю, что вы же следите активно за тем, что происходит в Украине. И, думаю, даже по Фейсбуку видите, какая активность и как готовятся кандидаты к выборам, как это обсуждают наверняка ваши друзья, да? Вот что вы думаете о предстоящих выборах в Украине? Как это отличается от того, что было когда-то давно, лет 20 тому назад? Ну, я думаю, очень отличается, потому что, прежде всего, отличается уровнем активности. И со стороны кандидатов, во-первых, количество кандидатов, возможность выбора намного больше. Не знаю, лучше ли это, но это просто факт, что это уже по-другому. И активность, политическая активность граждан Украины, жителей Украины, тоже намного выше, чем это было когда-то. Ну, хочется узнать, что происходит у вас в Чикаго, когда вот в преддверии выборов, есть ли у вас какая-то политическая реклама, есть ли у вас билборды, есть ли у вас много вот этой, знаете, наружной рекламы, которая просто на самом деле в Украине, ну, кажется, что в любом уголке страны очень много, все пестрит со всех сторон, на тебя эти лица смотрят, эти глаза, которые просят отдать свой голос за них. Вот как это визуально для потребителя, скажем так, выглядит, когда выборы происходят у вас? В Украине в основном реклама идет очень мощная по телевидению, на интернетных различных ресурсах, и в обычный почтовый ящик сбрасывается очень много вот листовок, брошюр с программами, портретами кандидатов. Билбордовой такой вот визуальной рекламы в городе нет. У нас вообще очень ограничена вот эта вот реклама на баннерах, на больших билбордах, она очень-очень ограничена. Это, я помню, когда я жила в Украине, действительно, их было очень много вокруг. У нас здесь этого нет. Только вот телевидение, почтовый ящик, интернет. Но сейчас у нас реклама еще больше на улицах. Вот хочу у Анны спросить, на самом деле, как журналист, это вот такое вот объемное количество рекламы с телеэкранов, значит, на улице везде почтовые ящики, палатки, брошюры. Это как влияет на избирателя? Ну, у нас украинский избиратель не привык голосовать именно осознанно и делать осознанный выбор. Я не побоюсь того, чтобы обобщить, потому что действительно результаты выборов показывают, что чаще всего люди голосуют эмоциями. И вот эти вот яркие картинки, яркие обещания, чаще всего они бессмысленные, то есть они не несут в себе такого именно конкретного содержания. Они размытые, абсолютно обещания. Потом понять, выполнил ты его или нет, невозможно, потому что непонятно, что тебе обещали. Вот эти картиночки, они очень сильно действуют на наших избирателей. И я очень надеюсь, что события на Майдане, которые произошли в прошлом году, что они сыграют свою роль и что, возможно, мы нынешние выборы, их результаты, мы увидим какой-то другой результат. Не тот, который мы видели 23 года до этого. Я очень хочу на это надеяться, но это действительно такие технологии мощные, которые применяются из выборов до выборов. В Европе, я знаю, уже отказались от этих всех листовок, бигбордов и всего прочего, потому что там уже людей так просто не возьмешь какими-то такими обещаниями. В Украине это пока еще работает. Ну, к чему это приведет, посмотрим по результатам этих выборов. Оксана, у вас какие технологии используются? Вот как вы наблюдаете, как себя ведут кандидаты? И они действительно, у вас тоже привыкли делать какие-то обещания, просто нереальные, возможно, но красивые? Популизма много? Я думаю, что это, знаете, в политику идут люди с определенным типом личностей. И, конечно, я уверена, что и здесь есть кандидаты, которые дают обещания, которые люди хотят слышать. Значит, в основном, что я вижу здесь, у нас идет очень мощный такой вот поток передач, дебаты по телевидению. И у нас недавно прошли дебаты республиканских кандидатов, выборы будут еще где-то через год, в ноябре, в 2016-м. Но сейчас уже прошли дебаты республиканцев. И вот последние дебаты совсем недавно были кандидаты от демократов. И люди просто в процессе вот этих дебатов, которые длятся несколько часов, народ приклеен к телевизорам и наблюдает за теми, так сказать, обещаниями, платформами, на которых стоят эти кандидаты. То есть ты можешь даже по скайпу, там по интернету задавать вопрос в студию. И они отвечают на вопросы. И так судишь по тому, какие у кого программы. Это в основном телевидение, как я уже сказала. У нас нет вот этого билбордовой, такой визуальной рекламы. Ну, на самом деле, я так понимаю, что эти все дебаты проходят в ключе, в таком честном. И вопросы часто задаются острые. И на них действительно приходится отвечать. И отвечать качественно или нет. Да, от этого уже зависит результат на выборах. Да, вопросы задаются. И баталии идут очень-очень острые. Даже когда соревнуются уже ближе к выборам кандидаты одной и той же партии, вот Барак Обама с Хиллари Клинтон, когда, то это дебаты очень острые. И люди говорят такие нелицеприятные вещи, что иногда просто смотришь, и вопросы могут задаваться абсолютно самые открытые, острые. Я никогда, я даже не знаю, существует ли цензура, потому что, если кто-то смотрел, я не знаю, в записи у вас можно было посмотреть, как отвечал там Доналд Трамп на вопросы, или та же Хиллари, вещи, которые задавались, вопросы, которые задавались им. Это все достаточно откровенно. То есть вытаскивается наружу очень много грязного белья. А чем реально можно взять избирателя в Чикаго? Как привлечь его внимание, как заставить его проголосовать за себя? Какие технологии чаще всего? Я думаю, что это интернет на сегодняшний день. Так, во всяком случае, вот победил Барак Обама. У Барак Обамы была очень новая такая на то время стратегия. Он привлек на свою сторону молодежь, потому что молодежь в основном на интернете, так сказать, является потребителем интернета. И вот у него была это мощная стратегия, которую он абсолютно полностью построил на интернете. А Барак Обама не был самым богатым кандидатом. У него не было такого большого количества денег, как у той же Хиллари, у других кандидатов от Республиканской Демократической партии. И вот интернет, это был очень мощный новый такой ресурс, который показал, что кандидату не обязательно иметь много денег для того, чтобы победить. Хотя, конечно, по-прежнему деньги вливаются очень мощные в избирательные кампании. Чем можно взять американского избирателя? Я думаю, что, знаете, у нас кандидаты в основном выступают по каким вопросам? Основной вопрос это денежный, финансовый вопрос. И потом идут уже вопросы гуманитарного плана, отношения к однополым бракам, к абортам и к меньшинствам в Америке. Вот по вот этим основным пунктам в основном люди смотрят и выбирают себе. Почему демократы, которые выступают за однополые браки, за то, чтобы женщина имела выбор за аборты в случае, если женщина хочет. Поэтому за ним идут меньшинства, за ними идут женщины, за ними идут молодежь. Вот. Республиканцы в этом плане более консервативные, но за республиканцами идут люди, которые не хотят, чтобы государство, правительство контролировало каждый твой шаг. И люди, которые выступают больше за то, чтобы все-таки люди управляли, а не господи. Знаете, люди, народ имели больше веса и имели возможность развивать свои бизнесы. То есть в зависимости от того, к какому, знаете, слою населения ты принадлежишь, например, моя дочь молодая студентка, и сейчас она начала работать, мои родители, которые уже здесь на пенсии, которым нужны социальные программы, они голосуют за демократическую партию. Я, как человек, у которого свой бизнес, и который хочет, чтобы этот бизнес продолжал развиваться, я выбираю, конечно же, республиканцев, республиканскую партию. То есть вот по таким вопросам в основном. Оксана, ну вот если говорить о финансировании партии кандидатов конкретных, понятно ли рядовому американцу, откуда деньги у этих людей, почему они идут на выборы, на выборы, за чей счет, у нас абсолютно непонятно. У нас это какие-то серые кардиналы стоят, темные лошадки, только журналисты проводят расследование и в некоторых случаях просто догадываются, откуда такие огромные деньги на компанию. я знаю, что у нас то, что вот я вижу из моего опыта, кандидат, который выдвигает себя на какую-то официальную позицию, он имеет большие ограничения в том, откуда он имеет право получать деньги. И за этим, то есть это все должно быть очень прозрачно, за этим очень следят. И можно потерять, не просто потерять свою позицию как кандидата и вообще сесть в тюрьму, что и происходило неоднократно, то есть нести из-за этой юридическую ответственность. Как правило, есть ограничения, сколько и от какой организации ты денег можешь получить. И это все должно быть обнародовано, это все должно быть в открытую. То есть насколько я это знаю, даже общаясь с людьми, например, которые выдвигали себя на большие позиции, это все официально, я не знаю, как это происходит, возможно, есть какие-то вещи, но официально это все очень открыто и подлежит очень подробным отчетам. Поэтому, если я хочу видеть, откуда деньги там у Барака Обамы, они все это официальная информация, которая дается населению, которое идет потом голосовать. Ты можешь это все посмотреть. А эта информация дается перед днем голосования или после? Я думаю, что когда ты хочешь это видеть, вот, например, сейчас, если ты хочешь узнать, откуда идут вливания в компанию Хиллари, ты можешь попросить эту информацию. Я не думаю, что тебе эту информацию не дадут. И до, и после, в любое время. Вот эти обещания, да, ну, сейчас мы, конечно, говорим больше о президентских выборах в США и теледебаты, наверное, вот именно кандидатов в президенты, это, наверное, одно из самых увлекательных вообще, в принципе, зрелищ, и это то, чему надо учиться и украинскому политику во многом, потому что наши кандидаты, ну, очень слабые для этого, да, но вот обещания, которые они дают, если мы говорим не о президентах, да, в принципе, о кандидатах в сенаторы, это сопоставимо с их должностными инструкциями, скажем так, потому что у нас сейчас вот местные выборы 2015, это какой-то абсурд, потому что политические силы на местных выборах обещают какие-то изменения с тарифами, обещают прекратить войну, и, в общем-то, много разных обещаний, которые, в принципе, не связаны с функциями мэров, с функциями депутатов городских советов, да, и это очень глупо выглядит, но если разобраться в этом и задуматься, на самом деле получается так, что массовый потребитель, избиратель, он это все проглатывает, да, что у вас? У вас избиратели чувствуют эту разницу? Кандидаты понимают, что нужно говорить только о зоне своей ответственности? Вы знаете, я никогда не слышала, когда там, например, происходят местные выборы нашего мэра Чикаго или нашего губернатора штата Иллинойс, я никогда не слышала, что там губернатор штата Иллинойс обещал, они говорят больше о том, что, например, вот я обеспечу бесплатный проезд пожилым людям в Чикаго, они говорят больше о каких-то местных вещах, они не говорят, что я там обещаю обмену рабства или еще что-то, или там сделают так, что аборты не запретят, но эти вещи говорятся там уже, когда идут в президенты. Местные выборы говорят о местных проблемах, которых предостаточно в штате и в городе. Из моего опыта то, что я вижу и слышу. Ну, а как к этому прийти тогда? Может быть, есть какие-то советы у вас к кандидатам, которые вот... Получается, что, в принципе, из того, что вы, Оксана, писали, у вас тоже, и тем более на более таком высоком, конечно, уровне профессиональном, но от выборов до выборов. Да, все, потому что вот еще год до выборов президента, а дебаты вот уже во всю идут, да. У нас в этом смысле от выборов до выборов кто-то может на этом заработать, да, или активизируются политики, они что-то начинают делать. Но вот в этом большая, конечно, разница есть, да. А это зависит от качества кандидатов или это зависит от избирателей, от их требований, от их понимания законодательства, вообще ситуации, от их понимания того, чем должен заниматься мэр, чем должен заниматься депутат или президент. Я думаю, что это двусторонний процесс. И, вы знаете, я не знаю, я не могу давать советы, мне трудно очень представить, потому что у меня нет украинского телевидения, я не вижу, вот вы говорите, что у вас это все ближе к выборам начинается основное такое движение, да. У нас это все очень запланировано, у нас это началось не сейчас, хотя еще год до выборов, а несколько лет назад уже начинаются кампании предвыборные. Но я думаю, что это обоюдный процесс, потому что если я выбирала, если я выбираю мэра своего города, или я выбираю губернатора своего штата, я хожу на какие-то слушания, они постоянно проводят телефонные конференции, например, у меня звонит телефон, и мне говорят, что вот если вы хотите, в среду будет конференция с мэром Чикаго, вы можете поговорить, задать вопросы. Значит, я как избиратель могу ему сказать, что, вы знаете, меня не интересует, там вот вы очень много говорите о том, что вы отмените где-то войну, а меня интересует, вот когда там у меня будет детская площадка, например, возле дома. То есть я как избиратель могу тоже потребовать, чтобы он осветил вопросы, которые интересуют меня, которые мне интересны, да, там в моей местности. Ну, понятно, что когда в стране война, то это тоже один из основных интересов избирателя, но я просто говорю о том, что это двусторонние процессы, я же выбираю этих людей, значит, я им как бы тоже имею право диктовать, чего я от них требую, иначе в следующий раз я не выберу этого человека, просто не проголосую за него. Оксана, вы вспомнили про детские площадки, может ли кандидат в мэры Чикаго сделать такой подарок местным жителям и просто построить детскую площадку? Вы знаете, ну и ну как, дело в том, что кандидат в мэры, когда кто-то выдвигается там в мэры Чикаго, они показывают, сколько за прошлое там время, работая где-то, если он не был до этого мэром, если он не опять выдвигается, он и показывает, что он сделал там в своем городе, на своей должности, в том числе и детские площадки тоже. А именно в момент предвыборной гонки, у нас это происходит почему-то только в момент предвыборной гонки. А потом еще могут быть случаи, когда после выборов, если кандидат не проходит, площадку сносят до следующих выборов. Вы знаете, насчет того, что построить там момент выборов и бывает, но вот насчет того, чтобы снести, такого нет, конечно, это абсурд. Но если бывает, я так понимаю, что тоже прозрачная схема, понятно, откуда деньги у кандидата, да, и как-то это... Вы знаете, да, здесь, понимаете, что меня вот смущает, что когда я вижу, что там, допустим, в Украине, я знаю же этих людей лично, да, человек, который, например, там, главный архитектор какого-то города, не будем называть, какого в Украине, у которого официальная зарплата, например, 200 долларов выстраивает там в пригороде Киева или еще в каком-то украинского города дом за 2 миллиона долларов при зарплате в 200 долларов. Нет, в Америке такого быть не может. Если здесь, например, там у мэра зарплата 100 тысяч долларов в год, значит, у него особняк под тем деньгам, а на лесу из какой-то очень богатой семьи, это деньги его семьи. Но если это вот просто человек, у которого зарплата... Здесь очень много было таких случаев в газетах и на телевидении ты читаешь, что служащая там какого-то мэрии какого-то города, у которой заплата 50 тысяч в год, вдруг выстраивает особняк за 2 миллиона. Ну, значит, это 20 лет тюрьмы, потому что понятно, что это деньги не ее личные, потому что здесь все это... Понятно, что существует коррупция там... Знаете, я не верю в то, что в Америке все так прям идеально. Безусловно, что это существует на каких-то уровнях, но до такой степени, как это я наблюдаю, происходит там, этого абсурда здесь, конечно, нет, потому что здесь это все... Мы же все делаем налоговые декларации, платим наши налоги, скрыть это очень-очень трудно. Фактически, в некоторых ситуациях невозможно просто. Да, это, конечно, красиво. Дом в 2 миллиона 20 лет тюрьмой. Но в Украине еще есть такое мнение у избирателей, что если у кандидата нет денег, если у него нет особняка, значит, зачем за него голосовать? Он все равно ничего не сможет. Он бедный, такой же самый, как и там и мы, да? Он не сможет построить нам площадку. Он не сможет ничего. То есть, есть ли у вас такое... Наверное, нет у вас, наверное, такого понимания. Вы знаете, это очень хороший вопрос, потому что мы говорили об этом вот с моими американскими друзьями тоже, что мне нравится, что в Америке появились вот тот же Барак Обама, он не был выходцем с деньгами. Вот он именно победил за счет каких-то других своих качеств. Я не отношусь к этому плохо, если кандидат не имеет денег. Вот, это значит, что он ничего нам не сможет дать или построить. Деньги не всегда определяют качество вот кандидата, политика. И у нас есть политики, которые не имеют такого достаточного количества денег, как политики из богатых династий, там семей, как Доналд Трамп. У нас есть такие политики, и тем не менее, они тоже получают шанс. Я бы не судила бы человека, потому что если у него нет такого огромного количества денег, он ничего не сможет сделать. Мне кажется, что это большая ошибка. Вот, пожалуйста, Барак Обама, он не вышел из богатого слоя. Билл Клинтон не был богатым человеком. Билл Клинтон, он был губернатором в штате Арканзас, и он тоже был как раз не из тех кандидатов, которые имели вот эти, знаете, old money, такие как Donald Trump. Насколько я понимаю, мы президентом, и очень многое сделали. Возможно, для кандидатов из простых семей, да, они более-менее равны, потому что в Украине, конечно, у нас куда ни глянь, кандидат миллионер или просто не бедный человек, да, и тут уже конкуренцию выдержать сложнее. Но у нас просто здесь... Скажем так, просто я не знаю, равны ли они, может быть, человеку из более бедного там слоя сложнее, но дело в том, что если вот люди видят, например, тот же там Клинтон или Обама, если люди видели в нем хорошего кандидата, они помогали, они вливали в него деньги, официально, совершенно, они спортировали тоже компании таких людей. Потому что у них был какой-то другой, они инвестировали свой интеллект, свои какие-то менеджерские способности, понимаете, а денег было недостаточно, они получали. У Ани вопрос? В Украине, ну просто ремарка, в Украине наличие денег для избирательной компании, это важно в том плане, что избирательная компания сама по себе дорогая, то есть если массированная агитация на улицах города, эфиры безумно дорогие на телеканалах, там, размещение агитации в СМИ, то есть поэтому это такой объективный процесс, который нужно сейчас урегулировать. Продуктовые наборы еще подорожали, они у нас используются популярностью большой, Оксана, у вас есть такое? А что такое продуктовые наборы? Ну это когда кандидат делает такие вот подарки в предвыборной гонке местным жителям, это пакет с его агитпродукцией, с гречкой, не знаю, тушенка, что там, шоколад, кофе. Это по сути подкуп избирателей, но это пока что никого не посадили у нас за это. У вас нет таких технологий? Нет, ребята, вот эта вот технология, когда броневичка раздают салат оливье, чтобы голосовали, у нас это нет. Вот, понимаете, а мы вот в этом почти лидируем, да, у нас это прогрессирует. Я просто вижу, да, но вы понимаете, да, это же уровень жизни, здесь пенсионеры, которые живут в специальных домах, которые обходятся в 10 тысяч долларов в месяц. Их салатом оливье и гречневой кашей не подкупишь. Вот, уровень жизни просто намного выше и нет, такого вот, что я вижу, я поняла теперь, что вы имели в виду, это... Это невозможно. Может быть, просто не знают об этом кандидаты, вы как-то при следующем телефонной конференции расскажите, что в Украине такое ноу-хау есть. Но это, конечно, шутки, на самом деле все печальное с этой точки зрения. Оксана, последний вопрос, насколько активны избиратели, американские граждане, да, какой процент ходит на выборы, да, и есть ли, нет ли в какой-то, может быть, апатии иногда или разочарования, и поэтому они сидят дома, не хотят никуда идти? Знаете, Америка же очень молодая страна, ей всего 239 лет, и в принципе, вот в начале, так сказать, в начале истории Америки процентное отношение 80% населения, ну, которое имело право тогда на голосование, тогда женщины не голосовали, чернокожие не голосовали, 80% имеющих право на голосование голосовали. После вот скандала Никсона эта цифра упала до 60%, немножко она поднималась, сейчас на сегодняшний день в Америке около 60% вот имеющие право голосовать население идет на выборы. В принципе, это очень, то есть, можно подумать, с 80% до 60% упало, но в количественном отношении это очень большая цифра, потому что население Америки, по-моему, около 330 миллионов человек, то есть, какая-то часть из них, конечно, не может голосовать, там, дети и так далее, там, те, кто не имеет гражданства американского, но те, кто имеют право голосовать, 60% это очень большое количество, и, если судить, по личным, это статистика, по личным впечатлениям, среди моих знакомых, родных, близких, дальних знакомых, я не знаю никого, кто бы не голосовал. Мои родители, пенсионеры в Америке, идут и голосуют, они могут забыть сходить к врачу, принять таблетку, но в день, когда голосование, они встанут из последних сил и пойдут голосовать. Молодежь, все, кого я знаю, моя дочь, когда училась в Англии, она в письменном виде отправляла свой vote за Барака Обаму, и она говорила, я хочу быть уверена на 100%, что вот я проголосовала. Очень, очень большая активность, очень большая, в этом смысле, потому что люди верят в то, что они действительно могут через своих кандидатов делать какие-то изменения, есть вера в это, которая мотивирует голосовать. И гражданская позиция, и на самом деле 60% такая активность для демократических стран, это очень высокая цифра. И это у них гречки нет. Это без гречки, да, но, конечно, вам, я думаю, что участники так называемого референдума в Крыму в 2014 году скажут, что это очень мало. Это вам не 100% сколько получилось на территории полуострова. Да, вот, Оксана, спасибо вам большое, очень интересно на самом деле, и спасибо, что нашли время, у вас такое утро, да, у нас это день, скоро вечер будет. Очень приятно было увидеться вновь в эфире Черноморской телерадиокомпании Оксана Лексель, из Чикаго, на включении по скайпу. Взаимно, всего доброго, голосуйте. Частливо. Обязательно. Мы пойдем на выборы, конечно, но это... Кто-то пойдет, а кто-то не пойдет. Кто-то пойдет, а кто-то нет. Да, потому что, Аня, у тебя же прописка какая-то кросская, а вам голосовать нельзя. Да, у нас, переселенцев забрали, право голоса, да, то есть, ну, фактически так поступили с нами нехорошо, потому что, получается, что как налогоплательщики мы резиденты и обязаны платить налоги, а как избиратели, извините, вы нам не нужны. Но право избираться есть. Право избираться есть, да, собственно, можно пойти выбирать. Ну, поэтому я... Несколько причин идти на выборы, на самом деле. Это причина одна общая, что нужно выбирать, нужно участвовать в этом. И с другой стороны, есть много людей, которые не могут проголосовать. Да, это переселенцы из Донецка и Луганской области и из Крыма. Полтора миллиона это 3% избирателей Украины. То есть эти 3% фактически они могли бы пойти в копилку какой-либо политической партии. И когда были опасения о том, что избиратели и переселенцы могут голосовать там за какие-то сепаратистские направления, то это абсолютно неадекватно и необоснованно, потому что люди, которые приехали, например, из Крыма, покинули свои дома, которые даже выехали из оккупированных регионов Донбасса, они уже проголосовали за Украину. То есть своими вот судьбами, да, фактически. Ну, вот так вот. То есть добивались общественники, добивались активисты того, чтобы принять закон, который уже, кстати, зарегистрирован в Верховной Раде, но его не приняли, и, значит, властям невыгодно, чтобы эти 3% проголосовали на местных выборах. Да, вопрос, конечно, сложный, но так получилось. Почему-то остается только догадываться, на самом деле, какие мотивы у парламентариев, да, и у президента, очевидно. Ну, собственно, будем смотреть на результаты выборов, что они покажут на территориях, которые тоже близки, кстати, к Донецкой и Луганской области, где выборы могут прийти. Да, мы же видим, что даже в Черкассах огромная проблема, на Закарпатье там огромные деньги придется еще раз потратить на то, чтобы напечатать бюллетени, потому что те были напечатаны неверно. Как-то все очень неспокойно происходит в разных регионах Украины. Мы продолжаем говорить о выборах и продолжаем созваниваться по скайпу с разными уголками планеты, и сейчас на связи у нас Исландия. Константин Строгинов просто из Рейкявика, кстати, крымчанин, Аня Андреевская, журналистка Черноморки, в нашей студии. Здравствуйте, земляк! Да, да, земляки встретились. Константин был, кстати говоря, летом у нас в студии здесь, он приезжал с семьей, и мы общались с ним здесь. Ну, хочется спросить, вот за все годы этого проживания немалые, в Исландии. Ты же как журналист, как человек с активной позиции, как бизнесмен, кстати говоря, наверняка вот такое вот много внимания уделяешь выборам, в том смысле, что там смотришь на кандидатов, на того или другого, как это происходит, разбираешься в этих процессах. Вот в чем основное отличие процесса выборов в Исландии от того, как это обычно происходит в Украине? Первое главное отличие, это, конечно, нет такого паноптикума предвыборного, то есть масса непонятных кандидатов, масса вот этих билбордов и так далее, рекламы, заселия рекламы неизвестных людей, тут просто другая система выборная, и плюс еще размеры маленькие, соответственно, все проходит более-менее спокойно, они уже начинают свои какие-то словесные баталии или компроматы, уже когда выбрали друг друга, тогда уже начинают между собой соперничать, а предвыборная борьба, она, скажем так, по сравнению с Украиной, особенно, очень спокойная, они воюют, вот, скажем, в программах, то есть у кого круче программа, кто предложит людям, налогоплательщикам, в первую очередь, более выгодные условия. Главное, кстати, отличие, на которое могу обратить внимание, на то, что в Украине, например, постоянно обращают внимание кандидаты на пенсионеров, на бюджетников, то есть основной электорат, кому-нибудь могут пообещать пенсии, субсидии, в Усландии же основной вопрос это всегда налоги и какие-то преференции для рабочего класса, грубо говоря, то есть для людей, которые сами зарабатывают или заплату получают, или частные предприниматели, то есть те, кто насыщает бюджет. Вот, собственно, вот такая разница. И все, конечно, гораздо спокойнее. У нас, к счастью, нет такого засилия рекламы политической или оскорблений или каких-то войн между усобиц и так далее. Но на самом деле очень важно, ты говоришь, что кандидаты внимания уделяют особое программам. Это значит, что избиратели читают эти программы, обращают на них внимание. Безусловно. Это тоже отличие от украинцев, исландцев, то, что они внимательно изучают программы. И я бы не сказал, что они постоянно, исландцы, сторонники, скажем, одной и той же партии, ну, разделения, как, например, в США, там, республиканцы и демократы, да, они постоянно делятся, люди редко, когда переметаются в другой лагерь. А в Исландии, то есть люди могут менять свои предпочтения в зависимости от того, что предлагает та или иная партия, как она работает в текущем парламенте и так далее. Сейчас, например, набирает популярность партия пиратов, так называемая пиратская партия. Ну, она не очень широко представлена в нынешнем парламенте, однако, ей пророчат большое будущее, потому что стало активнее голосовать молодежь. А они такие, скажем так, леваки, полуанархисты поднялись на волне вот этой вот истории с Викиликс, когда полнейшая информационная свобода и так далее. То есть, некоторые так, если говорить в масштабах Исландии, какие-то радикальные моменты, но в целом люди смотрят более-менее, чтобы были трезвые программы, что вы предлагаете в плане налогов, что вы предлагаете в плане вэлфера какого-то, социального обеспечения. Вот, собственно, и все. Вопросы внешней политики на второй план отходят. Я так думаю, что внутренняя политика имеет большее значение. А вот это политическая жизнь, вот у нас включение было из Чикаго, и там, конечно, выборы закончились, начинается уже следующая предвыборная кампания, она, конечно, происходит на достойном уровне, с таким, с использованием умных технологий, я бы сказала, да, если это, потому что на слово технологии в Украине, они, конечно, запачканы и превратно воспринимаются, да, но вот как у вас происходит? Вот, например, в 13-м году были парламентские выборы, да, в Исландии? Последние выборы были в 13-м, следующие в 17-м. Вот после того, как выборы состоялись, кандидаты, точнее, уже, да, избранные, они что делают? Они работают на благо страны, они, значит, программу, которую расписывали до выборов, выполняют, или они готовятся уже к следующим выборам, и сколько популизма у вас? Ну, вообще-то да, популизм присутствует, конечно, это как раз показали прошлые выборы 2014-го года, когда выбрали правоцентристов заново, которые, собственно, страну кризису привели в 2008-м году, и все это привело к досрочным выборам в 2009-м, выбрали их политических оппонентов, которые, ну, в тяжелых условиях, собственно, более-менее так стабилизировали ситуацию, но при этом людям чего-то не понравилось, и они вернули к власти ту же партию, во время которой рухнули банки, и, собственно, все это произошло, и сами потом удивлялись, как мы могли их выбрать. А тех, ну, это, скорее всего, было, скажем так, основано именно на популизме, то есть люди появились на какие-то обещания, потому что никто до сих пор не верит, что так хорошо, как до 2008-го года в Исландии больше не будет, будет по-другому. Ну, опять же, уверовали. И первые шаги партии, что вот было в досрочной парламентской во время кризиса, что были последние в 2013-м, они очень показательные, и показывают, ну, как раз они такие большепопулистские, показательные. Например, в 2009-м году, когда в классе социалисты пришли, первое, что они сделали, это отменили, точнее, разрешили однополые браки, и первым однополым браком в Исландии было как раз браку премьер-министра женщины с ее сожительницей. А в 2013-м году первое, собственно, первое, что сделали парламент, правительство согласовали, это отозвали свою заявку на вступление Евросоюза, которое подавал предыдущий парламент. Вот основное, то есть это то, что одно из своих первейших, так сказать, первейших лозунгов они реализуют, а потом начинается такая, знаете, делотекущая работа. Сейчас, например, я думаю, что через два года опять в Исландии все поменяется в плане власти, в плане наполнения парламента, потому что сейчас кругом забастовки, голосуют, забастуют медики, бастуют бюджетники, бастуют полицейские, хотя они не имеют права бастовать, у них там своя форма протеста. Но на этом фоне премьер-министр покупает самый дорогой автомобиль казенный в Исландии. Тоже, знаете, очень много схожего. Просто нет вот такого мрака, что ли, прям ужаса. Потому что, когда я смотрю киевские фотографии и новости про предыборную компанию, это, конечно, выглядит со стороны все так, что он выразится помягче, но очень плохо выглядит. Но это потому, что очень контрастно еще с тем, что есть у вас, а мы-то в этом живем постоянно, мы понимаем, что это плохо нехорошо выглядит, но, наверное, такого ужаса, Костя, как у тебя мы не испытываем. Это просто неприятно наблюдать. Чтобы вы понимали, как это выглядит со стороны, чтобы, может быть, украинцы реагировали на это. Не просто в Фейсбуке, как это все надоело, как это некрасиво. Чтобы вы понимали, как это выглядит со стороны, это выглядит ужасно. То есть просто ужасно. Это нужно как-то с этим бороться, чтобы вот вам так мозги засоряли, я не знаю, просто люди устают Но на самом деле украинский избиратель привык голосовать эмоциями, а не умом. Поэтому у меня к вам вопрос, исходя из вашего опыта в Исландии. Как сделать так, чтобы украинский избиратель действительно вникал в программы партии, чтобы он смотрел реально, за кого он голосует, чтобы не верил таким популистским обещаниям? Как это сделать? Я думаю, что в партии партии должны лозунги вместо каких-то абстрактных лозунгов очень полной абстракции, какие-то более конкретные вещи предлагать. То есть, например, какая-то часть, основная программа, например, понижение налога, например, на процент. Вот выделите это, люди обратят внимание. Партии не будут этого делать, потому что партиям выгодно обещать то, что потом невозможно будет проконтролировать, выполнила партия или нет. Это порочный круг тогда получается, когда у них нет совета. Как граждан понудить более ответственно подходить к своему выбору? Читать программы партии, смотреть... Может быть, делать программы более простыми и доступными. Понимаете, они же пишут совершенно непонятную околесницу, то есть они могут наваять 10 томов этой программы, никто ничего не понимает. Когда выделяются тезисы конкретные, а не абстрактные, может быть, тогда это до людей доносить. Плюс какие-то, может быть, дебаты проводить. Ну, ограничить компанию предвыборную как раз какими-то обязательными дебатами, мне так кажется, да, и выступлениями в прессе конкретными, а не поливание грязью или там какие-то эфемерные абстрактные лозунги. Ну, а как в Исландии? Вот избиратели, которые идут на выборы, вот чем они мотивируют свой выбор? Как они подходят к этому вопросу? Ну, как я уже говорил, они читают программу, они интересуются, что предлагает партия, они могут изменить свое мнение, например, раньше голосовал за правоцентристов, поменял мнение на социалистов и наоборот, в зависимости от того, что они предлагают и что текущий парламент успел сделать. И люди просто более сознательные, то есть это сложно сказать, что их побуждает это делать. Они сами по себе такие. Мне интересно еще, Костя, знать про политическую ответственность. Вот, например, ты сказал о том, что премьер-министр купил очень дорогой автомобиль, а вот это сопоставимо с его доходами или, может быть, он с богатой семьей, как-то это отслеживается потом журналистами и гражданским обществом? Не он купил, правительство купило. А, правительство купило из бюджетных денег. Это тоже выглядело очень странно и не к месту, потому что, я говорю, сейчас масса забастовок разных, когда люди, теряные профсоюзы, не могут заключить новый договор с работниками. Это происходит каждый год. Каждый год они должны пересматривать свои трудовые договоры, повышать зарплаты. Этого, как правило, в многих отраслях это затягивается. И сейчас это вообще, как это, вообще это расстоянилось на очень многие явления, многие профсоюзы, и на этом фоне вдруг премьер-министр покупает новую машину, которая стоит, ну, очень много стоит. А как ты думаешь, на его рейтинги это повлияет? Конечно, повлияет, конечно. Я думаю, что, ну, кроме этого, еще много чего влияет на его рейтинг. Я думаю, что власть, ну, парламент очень сильно поменяется через два года. Ну, и на самом деле про явку на выборах, насколько активны граждане Исландии. Я так понимаю, что на последних выборах в 13-м году парламентских явка была, если верить Википедии, 81%. Явка всегда высокая, потому что, скажем так, люди, например, знают, что их голос, ну, они ценят, да, там, больше, там, чувство, собственно, достоинства, плюс нет такого неверия в том, что выборы бессмысленные, выборы демократичные, тут нет, там, подкупов, карусели и так далее, там, какие-то подставные, там, бюллетени или печати. Люди просто знают, что выборы честные, они хотят в них участвовать, более того, все доступно, это как такое массовое мероприятие. Ничего, ни у кого не возникает мысли, что я пропущу выборы, нафига они нужны, все равно ничего, от меня ничего не зависит. Вот такого понятия вообще нет. То есть все идут, да, и нет даже вопроса идти на выборы или нет? Ну, потому что еще страна маленькая, знаете, когда в Украине живет, там, 40 миллионов, конечно, ты думаешь, а, что там мой голос, можешь решить. А в маленькой стране немножко по-другому, каждый, тут многие друг друга знают, все друг друга знают, поэтому, если ты не пойдешь на выборы, ну, ничего не произойдет, ты просто потеряешь свой голос, и он не останется никому. И такой последний, хочу вопрос успеть задать, есть ли у вас подкупы избирателей? Нет, нет, такого точно нет. И тут гречки нет, да, вам нужна какая-то помощь. Не, в Украине существует в своей какой-то манере, но это абсолютно не мыслим. То есть какие-то там, даже, ладно, я не говорю там про гречку, да, там, представим себе там, условно, там, благополучные слаги, чем могу подкупить-то, ну, не знаю, там, путевкой в Турцию, что ли, я не знаю, или чем. То есть это очень малого района. Ну, вот получается, как, да, вот украинцы наши в разных уголках планеты, и все не похоже на то, что происходит сегодня в их родной стране. Ну, просто хочется, ребят, просто еще хочу сказать буквально несколько секунд. Украинцы очень зациклены на, именно на то, что у них происходит. Когда говорят, давайте перенимать опыт, там, Польша, Сингапура, еще кого-то, это, ну, пока только на словах. Никто не понимает, что происходит в других странах на самом деле. И не обязательно ведь перенимать опыт, именно какую-то кальку, да, копировать. Достаточно просто быть сознательным для начала. Это сложно, конечно, в большой стране, но начинать может быть ведь. Опять же, выборы-то будут, они еще и районы, да, там, местные выборы. Да, 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 это местные выборы. Дополно это будет происходить как-то просто на местах, да, вот в условной одессе там будет твориться чёрное что, но зато в какой-нибудь там белой церкви вдруг случится какой-то там революционный выбор, когда пройдет все максимально демократично, красиво, интересно, там, сознательными гражданами. Ну, где-то должно оно проклянуться. На самом деле, вот кажется мне, что проверить себя и кандидатов на местных выборах гораздо легче, потому что вы знаете, какие проблемы в вашем регионе, в вашем городе, в вашем селе, и какие задачи стоят перед мэром или депутатом, да, и есть что спросить. Потому что народные депутаты где-то далеко, президенты где-то далеко, это все вопрос-таки общая глобальная по стране, а здесь все возле вас происходит. Кто как не вы выберет, кто как не вы проконтролирует. Плюс на местах, в регионах все как никто друг друга знают, и знают, какой кандидат идет, сколько у него домов, сколько у него любовниц там и так далее, поэтому это тоже важно. Но опять-таки нужно понимать, что люди должны выбирать умом, а не эмоциями. И последнее слово мужчине, Костя. Да, извините, я едва не перебил вас. По поводу местных выборов, когда все друг друга знают, как раз это не случай Украины, очень часто, вы же знаете, случается, когда совершенно незнакомые люди там ищут себе место там в каком-то районном, областном там совете, которые к этой, географически к этому месту вообще отношения раньше не имели. Парашютистов называют. Да, да. Так что в Украине нужно это все еще, есть к чему стремиться. И такой еще очень хороший момент технические кандидаты. Что-то подсказывает мне, что не было Обамы, еще одного Обамы, да, и не было у вас тоже такого в Исландии. У нас это, к сожалению, есть, поэтому нужно присматриваться, чтобы не обманули вот эти одинаковые фамилии, чтобы галочку в другом месте вдруг не поставили, чтобы все соответствовало вашему решению, вашему волеизъявлению. Спасибо, коллеги, за то, что приняли участие в нашем эфире. Привет, Константин Строгинов из Исландии. Прекрасное включение и качество камеры отменное, что заметили у нас в аппаратной. Анна Андреевская, наша коллега, журналистка Черноморской телерадиокомпании. Ань, спасибо большое. И спасибо огромное нашим телезрителям. Завтра уже выборы. И на самом деле я знаю многих людей, которые отменили свои поездки или ничего заранее не планировали в этот день, потому что понимают, что нужно пойти и проголосовать. За кого? Это уже второй вопрос, вопрос личный. Но что нужно пойти, это, наверное, не обсуждается в нашем эфире точно. Спасибо за то, что вы с нами. Продолжайте дальше смотреть Черноморскую ТВРК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова